Настройка Но очень красиво, очень модно Дорогие друзья, на модного Геру Грача Вы можете смотреть на нашем сайте Радиошансон.фм Ведется прямая видеотрансляция Я знаю, что Гера дружит со спортом Очень дружу Поэтому первый вопрос Конечно же, сегодня понедельник, день тяжелый Есть какие-то секреты, как можно быстро, бодро проснуться Есть ли какие-нибудь пара-тройка таких упражнений Зарядиться на неделю Да, чтобы дома самостоятельно можно было сделать И потом, чтобы ничего не болело Понятно Упражнений, на самом деле, таких достаточно Лайтовых очень много, для того, чтобы взбодриться В первую очередь, это планки Это очень сложно То есть прямо с раннего утра можно в планку встать? Можно встать в планку Не можно, а нужно Не обязательно же 3 минуты стоять Можно постоять полминутки Но уже тонус мышцам каким-то придать Это очень важно Я, например, разминаюсь утром У меня несколько отжиманий, подтягиваний А грушу боксерскую у тебя есть дома? Негде повесить Везде сделаны натяжные потолки Сейчас же есть такие Такие вот, которые такая легенькая А легенькая, но это немножко другое развивает Боксерская груша, которая такая набивается Она не для того, чтобы бить в нее серьезный удар А тебе нравится, чтобы вложить Нет, ну а смысл, смысл, да, да Резкость отрабатывать, когда уже в таком возрасте В общем, профессиональный боксер без груши дома Есть ли спортивное питание в вашей жизни? Я не имею в виду добавки А правильные здоровые Стараюсь, стараюсь Во всяком случае Завтрак делать как можно более насыщенный И наполненный углеводами Для того, чтобы надолго хватало Обед поскромнее Там можно супчиком обойтись Можно салатик какой-то А ужин там кефирчики Да, вы уже Все, я услышал призыв Если человек, который знает толк в здоровом питании Сказал, что завтрак это углеводы Круассаны это же углеводы Макароны это углеводы До 12 часов можно хоть торт себе позволить И ничего У нас одна девушка тоже так говорила И потом мы увидели Торт такой у нее Потом не вошла в дверь Не пронесла свой торт Так и осталось Что касается сна Сон должен быть все-таки 8-часовой Или не обязательно? Да, вот тут, кстати, бытует мнение Что оказывается, когда мы не высыпаемся Мы начинаем толстеть Да, есть такой сон Вообще благотворно сказывается На процессах Да, обмена веществ Вот, на метаболизм И, конечно, если человек не досыпает Он набирает вес Я пытаюсь всячески, конечно Спать, сколько положено Но уже с годами выработался режим подъема Там 7-8 часов утра И поэтому, во сколько бы ты ни лег А с нашей профессией Это бывает очень поздно Все равно в 7-8 встал То есть ты сегодня проснулся без проблем? Сегодня я даже в 6 встал Для того, чтобы приехать Потому что я, как и все москвичи Московские квартиры сдаю Живу за городом Ты сдал квартиры Мы об этом поговорим Мы поговорим об этом, да Плюс 7-99-95-5-103-0 Вайбер, ватсап, смс работают Друзья, пишите Настройка 10-14 время Московское в утреннем шоу Настройка Сегодня замечательный музыкант И рантье Гера Грач Человек, который живет за счет Сдачи квартир Сдаваемого жилья Слушайте, ну шутки шутками Мы подумали, что серьезно Гера говорит о том, что Фанатам футбольным сдал квартиру Это же очень выгодно нынче Там до 60 тысяч в сутки Доходит аренда Был соблазн вот так вот сдать? Выгнать людей, которые живут Да-да-да Очень многие, кстати, так делали Соблазн-то, конечно, был Всего месяц Ребята, всего месяц На вокзале просунуйтесь Я вам потом скидку сделаю Месяц бесплатно будет Нет, на самом деле Я знаю очень многих людей Которые действительно Выгодно сдали сейчас К чемпионату мира Просто потрясающе Вот у меня сейчас В Самаре очень много друзей Я, кстати, сегодня уезжаю в Самару И, к сожалению, не увижу Вот это Почему ты выбрал ЖД-транспорт вместо самолета? Прилетел бы и матч Может быть, посмотрел бы даже На стадионе в Самаре Как-то вот не рассчитал Не рассчитал Почему-то я все время самолетом А что-то тут захотелось Поехать поездом Давно поездом Романтики захотелось Романтики, да Ладно, матч посмотришь где-нибудь Я не знаю, в тамбуре А хотя, может быть Так в 5 часов же матч начинается А ты едешь в 6 Вот, ты сядешь После первого тайма Счет уже 3-0 Мы впереди Радиотрансляция Ну это одно Только так должно быть Проводница узнает Геру Скажет, а можно ко мне, Гера? У меня есть телевизор Да И бесплатный кипяток Бесплатный кипяток Он и так бесплатный, Лёг Я давно не ездил За кипяток платить не надо Расскажи мне Как ты следишь за чемпионатом по футболу Вообще Есть ли у тебя свои какие-то Любимые футболисты Любимые команды Спортсмены Я вообще не поклонник футбола Как вида спорта Да Но за чемпионатом невозможно не следить Это правда Потому что это настолько зрелищно И, конечно, вот сейчас я Может быть, многие имена узнаю впервые Потому что я, еще раз говорю Не являюсь поклонником футбола Вот Хотя сам играю в футбол У нас недавно состоялась презентация У нас есть замечательный клуб Комар Команда артистов В переводе Вот И этой команде Хоккейной 5 лет И вот недавно, буквально месяца не прошло Как мы презентовали Футбольный клуб Комар И уже масса приглашений в разные города Для того, чтобы сыграть Какие-то товарищеские матчи Это всегда освещено прессой Телевидением Это всегда очень такое Медийное мероприятие для города Вот То есть мы собираем огромные стадионы И у нас главный тренер Александр Мостовой сам Да ты что Даже я знаю такого человека А хоккей тебе ближе, да, я так понимаю? Ну, хоккей это, да Хоккей это моя душа Как бы я всю жизнь с хоккеем Радовался ли ты За Овечкина? За Овечкина Ну, конечно За Вашингтон Кэппиталс Ну, конечно Наконец-то, да Ну, надо же было уже Все-таки столько лет стремиться И Чтобы не заслужить вот этот Кубок Стэнли Ну, это было бы очень Несчастный Кубок Стэнли Ну, что такое Кубок Стэнли По сравнению с Кубком России? Ну, о чем вы говорите? Я правду Таня, это правда Кстати, последний Кубок России Который разыгрывался до КХЛ Его выиграла команда Салават Юлаев В то время И я был как раз на этом финальном матче Я думал, ты в воротах стоял где-нибудь Нет, нет, в воротах и не стоял С кем играли? Играли они, по-моему, с Акбарсом Если я не ошибаюсь Но Кубок я таскал потом Весь вечер за ними Почему? Он тяжелый, этот Кубок России Ну, потому что они его бросили И пошли веселиться А тебе стало жалко А ты хозяйственный Ты же ранть А я хозяйственный Слушай, может быть, Кубок сдавать можно как-то За деньги фотографироваться Скажи, пожалуйста Был ли соблазн, потому что Перед чемпионатом мира Огромное количество исполнителей Подсуетились Записали какие-то футбольные гимны Футбольные песни Хотелось ли что-нибудь такое сотворить? Есть футбольные песни Я даже скажу вам больше того Буквально три дня назад Под эгидой мьюзик-бокса Состоялось в Доме кино Фестиваль, который назывался Новые песни о футболе 2018 Фестиваль, в котором я принимал участие Моя песня вошла там в финал У Вилла Смит приезжал? Как исполнитель официального Не вошел в шотлист Нет, нет, нет У Вилла Смита не было? Пою, что даже не было России Нужен чемпион и Бузовой там не было Не приехала? Бузовой не было Нет, ребят, на самом деле Все было очень достаточно скромно Люди были с разных городов Но мне их имена Я думаю, вам тоже ничего не говорят Но молодые, талантливые Молодые, талантливые Перспективные, главное, чтобы были Ну что, друзья Свои вопросы по-прежнему Вы задаете Гере Грачу Плюс 7909-955-130 Работает Вайбер Ватсап, СМС Мы сделаем небольшой перерыв И потом вернемся на второй тайм Настройка 10.25 в Москве Тихо, Танечка Не плачь Он вернется Герман Грач Гера, скажи Неожиданно Он пока не уходил Не, не, но все равно Мы сейчас просто такие темы затронули Что слеза наворачивается на глаза Расскажи нам, Герман А я ведь независливый человек Честно скажу Хватит, давайте уже о творчестве поговорим О творчестве, давай, Гера Расскажи нам, что нового происходит в творчестве Что пишется На чем ведутся работы в данный момент Альбомы Творческие процессы Они безостановочно происходят И над новым материалом я работаю всегда Пишутся новые песни Их достаточно уже написано Даже для того, чтобы собрать пластинку Но пока как-то А вообще у тебя дискография, она же 11 пластинок 11 альбомов, да? 11 альбомов Последний был я молодой Он выходил, по-моему, 5 лет назад Или 4 года назад И 5 лет затишки у тебя такого Творческого Ну, это не затишье Концертного-то нет затишья Концертного, слава богу, нет А в выпуске альбомов не вижу смысла Потому что CD-носители потеряли Как бы свой смысл Потому что интернет сейчас во главе всего стоит И поэтому Достаточно просто время от времени Выкидывать какие-то новые синглы В интернет И напоминать Сотрудничаешь ли ты с такими площадками, как iTunes Там и прочее? Да, с iTunes Да, и еще какими-то Я, честно говоря, сам не отслеживаю сильно Вот эти юридические Есть специальные люди обученные Есть специальные обученные Но есть артисты, которые целенаправленно заходят И сами покупают свои песни Не по одному разу Зачем поддерживать сами себя? Чтобы хит-парады попадать потом Мне это абсолютно не важно совершенно Будет хит-парад, не будет Если песня хорошая, она и так найдет своего слушателя Ну вот сегодня у нас есть возможность послушать новую песню Послушать какую песню, Таня? Рокировка? Рокажи о ней, что за песня Плохая очень песня Новинка Написали эту песню поэтесса Ирина Трофимова И композитор Николай Тарасов, который живет в Берлине Это не первая работа моя с ними Как вы нашли друг друга? Человек, живущий в Берлине Человек, живущий в Москве Знакомство? Это заслуга Ирины Трофимовой То есть поэтесса, да С которой Сконнектила Сконнектила, да Кстати, она является не только поэтессой Она еще является режиссером Рост внести Сергея Трофимова, нет? Нет, она является режиссером И недавно мне посчастливилось стоять на сцене На которой стоял Владимир Семенович Высоцкий То И в спектакле, который был посвящен 90-летию Эрнеста Че Гевары Че, это приставка, значит, друг Вот Был спектакль-митинг Это было 14-го числа В театре на Таганке Николай Николаевич Губенко Говорил приветственное слово в этом спектакле А мне посчастливилось там спеть песню Баллада о борьбе Владимира Семеновича Высоцкого Который является для меня безусловным авторитетом Да, и вот Ирина Трофимова была как раз режиссер-постановщик этого спектакля Вот как все Ну что ж, давайте послушаем эту замечательную работу Премьера песни на радио Шансон Рокировка 10.33 в столице Напоминаем, сегодня в гостях у настройки Человек, который в детстве был обеспеченным мажором В отличие от многих сверстников Имел модные джинсы, кроссовки, куртку-аляску Это Гира Грачи, еще раз доброе утро Доброе утро, да не просили же не завидовать Да, ну да, ну не так открыто Пошла компромат искать А что делать? Давайте немножечко обратимся к нашей звездной пилотке И узнаем побольше жизни артиста Еще получится, да Значит, как на экзамене доставим бумажку Зачитываем начало предложения И продолжаем Желательно честно Можно иногда привирать Можно честно привирать Можно с юмором, можно без юмора Как тебе удобнее Итак, как получится Моя самая большая материальная мечта Тут только с юмором Тут без юмора не получится Куртка-аляска, кроссовки Абсолютно точно, да Чтобы хватало детям на конфеты Жене на помады И мне на сигареты На новый Бентли Хорошо, так, идем дальше У нас много интересных вопросов Сейчас мы все узнаем В молодости моими самыми нелепыми подкатами к женщинам Были предложения потанцевать Потому что танцую я как слон Так, серьезно? Ну то есть они соглашались, шли танцевать А потом плакали Да, плакали, разочаровывались Но все равно никуда не девались Это интересно Ух ты Дальше А потом утром говорили Танцую, что не очень Нет, танцую, что не очень А Аляска у тебя классная Вот это да и подкупало Так Дальше Когда в моей гримерке оказывается фанатка Я Закрываю дверь И начинаю танцевать Начинаю танцевать, да Но на самом деле Были такие вот, есть же немножечко Максимум, что это просто фото какое-то Заходят, да, там спрашивают разрешение Можно найти, заходят А какие-нибудь рубашки на памяти Ничего не Рвали? Ты имеешь в виду, рвали рубашки Рвали Забирали Или просили, или не знаю Без спроса Может Не помню, не помню Или там приходишь Такого яркого, что что-то не было А фанатка гонорар уже забрала А, гонорар забрала Такого не было? Спасибо, Гера Слава богу, что не было Хорошо, идем дальше Со знакомыми Геры Грачат У меня хорошие фанатки Они порядочные и честные Так, дальше Так В следующей жизни я бы хотел стать Вот фантазируем Здесь можно вообще Не обязательно человеком, кстати Да, здесь можно Кто-то там тигром хочет быть Нет Кто-то цветком Камнем Хороший вариант Кто-то Грачом Кто-то Грачом Нет Во-первых Не верю в реинкарнацию Так Да Это просто такие взгляды На веры Но мы же фантазируем Я понимаю, что мы фантазируем Поэтому Ну, наверное, если будет такая возможность Я хотел бы стать самим собой Еще раз повторить Еще раз повторить То есть не новая профессия какая-то Никакая новая профессия Ничего Но меня все вполне устраивает Хорошо Дальше Дальше Человек, которого все устраивает Одну Две Еще и жадных хватает Сразу несколько Так, что там Моя вторая половина С пониманием относится К моей профессии К моей работе К моим поездкам Ну и к некоторым моим шалостям А бывает такое, что уезжаешь И пропадаешь Месяцами Не привлечь Ну, шалости я имею ввиду Не эротического содержания А, скажем так сказать Нарушения режима спортивного В виде небольших алкогольных потреблений Ну, чуть-чуть покачивает Да, бывает Германа В поезде Потому что он в поезде часто качает Да, бывает так Что я надолго уезжаю И это очень часто бывает Она, конечно, расстраивается Говорит, я тебя практически не вижу Но относится именно с пониманием Для этого скайп и был придуман Чтобы мужья могли надолго уезжать А жены не скучали Ватсап, ватсап Сейчас везде можно Сейчас много этих мыслей Да, кстати, сейчас очень много, да Так, еще В супермаркете на кассе Я всегда достаю карту Виза О, я думала скидочную Вот эту карту Песерочка Выручивает Причем связанную с Аэрофлотом Для того, чтобы мили капали Понимаете Какой практичный человек Ну, а как на память Вот так вот и накопил Денег-то Да Ну Когда на сцене рвется костюм Бывало ли такое? Я его снимаю до конца Ох ты, прям полностью? Да нет, ну костюм никогда не рвался Но были юношеские годы Когда хотелось блеснуть Телом Телом, да И рубашка иногда просто Расставалась с телом Ну, я помню эти концерты группы Доктор Шлягер, конечно Добрынин Ой, Добрынин Добрынинские времена Конечно, этого не было Там все было культурно Там наоборот А когда с медалистами? А, с какими медалистами? С металюбами А, с медалистами А, с медалистами Какие? С металистами, да Это было очень часто Кстати, с металистами Сломать Ну, я на гитаре Не очень там играл Я такой игрок на гитаре, конечно Посредственный Но я же был вокалистом А вот тут, конечно, да Тут лавры Фредди Меркури Вот это вот там Не давали покоя Обнаженный торс Ну что же, это была Звездная пилотка Спасибо, Гера Мы скоро вернемся Настройка 10.45 столицы В гостях утреннего шоу Настройка по-прежнему Музыкант Гера Грач И хочется поговорить Наверное, без делать Приятное Нашим слушателям В разных городах Потому что я знаю, что Концертная деятельность Не останавливается Все время какие-то поездки Все время Где-то появление Выступления А фанаты-то с любовью принимают Мне кажется, чем меньше город Тем теплее концепт Правда? Абсолютно точно Абсолютно точно Потому что люди там какие-то Они не избалованные Более искренние Я только хотел сказать, что они Более открытые Не избалованные И они ждут с нетерпением Действительно, для них это праздник Вот есть какие-то города Которые очень запомнились Прям приятные Хит-парад Самый гостеприимный город Самый гостеприимный город Для меня Это Самара Самара первое место Первое место Потому что ты едешь сегодня в Самару И знаешь В очередной раз я еду в Самару Так, хорошо Второе место Второе место Это Уфа В которой тоже я достаточно часто бываю На третьем месте Это Сочи Ну Все остальные города Тоже молодцы Я так понимаю, что просто В самое ближайшее время В этих городах Можно будет увидеть Гиру Правильно? Можно будет, да Так, где, когда Ну вот Самару Не скрывайся Сегодня я выезжаю вечером Поездом в Самару Да, завтра я буду в Самаре В Самаре будет, значит, концерт Послезавтра Но там я еще раз повторяюсь Два концерта Они корпоративные Один концерт будет в клубе На которые можно прийти Не помню название Самарцы Следите за афишами Посмотрите Там все расклеено Все видно, да Вот Потом будет Уфа Как раз первого, второго, третьего Будет Уфа Потом будет Сочи С 11 по 23 июля Там две недели делать практически Ну, 10 дней, да, практически 10 дней Но там просто получается так, что Между концертами разрыв там в 2-3 дня И смысл уезжать оттуда нет Заодно и отдохнем Вот так к вопросу Ты повезешь с собой семью? С женой Практикуешь такое, да? Да, дочка уже достаточно взрослая Не до родителей Не до родителей, да И не до Сочи, видимо Ну, слушай Ну пойми, книги хочешь почитать? В том году она ездила В том году она ездила со мной Да, вот на такую же поездку Она ездила со мной А в этом году мы с женой вдвоем Ну и нормально Отлично Молодцы Молодцы Что еще интересного И М1 Это бои без правил Там ММА Вот Сережа Так проникся Одной из моих новых песен Которая называется Каскадер И она в принципе Песня о каскадерах Вот Что сказал Я хочу выходить под эту песню На бой Вот Когда-то давно Он же является действующим офицером ВДВ До сих пор Вот Он закончил Рязанское училище десантное И до сих пор действующий офицер Вот Когда-то он выходил под Расплескалась синева Расплескалась Но потом ее забрал Денис Лебедев Да Дали Денису Лебедев Потом Серега говорит Потом я выходил под эту музыку из роки Ну как-то что-то Не наше Не патриотично Чувствую себя с Таллоне А значит о грибу Поэтому лучше Почти на другое Еще до того Как у меня каскадер появился Он говорит Давай И вновь продолжается бой И сердцу тревожно в груди Но там про Ленина Про слова Мы бы там дальше Переделывать Или как-то Может быть не все поймут сейчас Вот И потом появилась песня каскадера И он говорит Я буду выходить под нее Вот прошло 4 боя Первый бой состоялся 25 февраля В мой день рождения Как раз в Екатеринбурге И он выиграл Он выиграл Да И вот 4 боя сейчас прошло Успешно под эту песню Он выходит И вот очередной бой Состоится ответный бой Почему? Потому что Нету времени Заканчиваем Да Мы хотим Чтобы ты успел Всех поблагодарить Кого записал В свою тетрадку Да Нет Представляешься И начинаем Первая страница Вторая Третья Я просто скажу Я очень благодарен Тем людям Которые Помогают мне В творчестве Помогают мне В жизни Моим поэтам Композиторам Моим аранжировщикам Моим саунд Продюсерам Я не буду перечислять Этих всех Они и так понимаю О таком я говорю Просто спасибо вам огромное За то что вы есть в моей жизни А мы благодарим Германа Грача За то что пришел За то что добрался Преодолел пробки И в общем ты молодец Спасибо тебе огромное Да Пробки на электричке Спасибо тебе огромное Приходи к нам еще А мы утреннее шоу Настройка Вернемся к вам завтра Леонид, Аня, Артем В 7 утра Не проспите Пока Пока